Всем привет! У нас началась капуста цветная, причём началась она уже давненько. Она не слишком большая, есть вообще поменьше. Садила я её очень плотно. Кому интересно, можете посмотреть, там где-то у меня видео есть. Если найду, вставлю. Очень плотная посадка по методу Галины Кизимы. То есть, получается уплотнённая посадка. И в то же время, за счёт того, что очень много капусты, урожай намного больше. И поражается она меньше вредителями. Собрала капусту сегодня, очередную порцию. В холодильнике у меня есть ещё на еду. Каждый день же не будешь есть одну капусту. А эту я хочу пустить в заготовки. То есть, я буду делать одну капусту, замораживать просто. Одна капуста цветная. И вторая часть у меня будет как рагу. Здесь у меня будет и фасоль, морковка, помидорчик и перчик. То есть, у меня будет готовое рагу. Заморозила, вытащила и сразу можно готовить. Хочу просто в заморозку. Значит, вот это я убираю. Черешок, кочерыжку. Убираю листики. И нарезаю на отдельные такие маленькие качанчики. Вот эти вот. Такие сверху. Очень удобно их видно. Хорошо. Видите, как быстренько. И вот так вот сейчас всё разделю на соцветия. Правильно сказать, соцветия. Конечно, это же соцветия. Ну, здесь уже как разберётся. Где побольше, где поменьше. Обычный мешок и складываю. Вот сколько мне надо на порцию для семьи, столько я и складываю. Вот это вот нужно поменьше сделать. На гарнир. Вот мне, допустим, одной капусты вполне хватит на гарнир с чему-то. Ну, или как самостоятельное блюдо. После заморозки, кстати, она практически не теряет своих вкусовых качеств. Если она свежая, если она только с грядки. Я не говорю о том, что вы пошли там, купили в магазине какую-то заряжалую. Ну, тогда да, может быть. Вкус будет какой-то не очень. А своя с грядочки вот так заморозить вообще. Значит, максимально. Сгоняем воздух. Прижимаю. С тоской вспоминаю, что у меня нет вакууматора. И вот так вот завязываю. Плотненько. Всё. Вот такой мешок. Первый пошёл. В морозилку. Всё. Ничего. Никаких этих фокусов. Никаких там танцев с бугном. Вот это достаточно. Прекрасно хромится в морозилке. И готовить можно что угодно. От супов до второго блюда. Как вы любите. Тут уже на любителя. У кого есть вакууматор, вообще чудесно. Сложил. Лишний воздух убрал. И меньше места занимает. Ну и так хранится. В принципе, очень даже неплохо. А это у меня, вот эта мелкая пойдёт на рагу. Зимой рагу овощной. Это такая красота. Все овощи свои. Начиная от морковки и заканчивая перчиком с цветной капустой. И помидорчики уже свои, которые у меня поспели на окошке. Вот эти небольшие. Сегодня ещё, кстати, порцию сорвала. Уже боюсь оставлять на кусту. Поэтому тащу всё домой. На рагу фасоль, томатики, перчик, морковка и фасоль. Фасоль я чищу. Вот эти вот штучки. Кончики убираю. Условие такое, что фасолька должна быть молочной спелости. То есть, она вот видите, она легко прокалывается. Свеженькая. Очень вкусно. Рагу просто замечательная. Разобрала на соцветии цветную капусту. Порезала фасоль произвольно. Можете покрупнее, можете помельче, как нравится. Порезала перец. Вот такими вот кусочками, не очень мелкими. Потёрла на корейской тёрке морковь. Порезала помидор средний. И вот это у меня готовое рагу на зиму. Я сейчас сложу мешочек. Третий вариант. Заморозки цветной капусты на рагу тоже. Ну, на суп, на что угодно. То есть, это универсальная такая заправка для чего угодно. Может быть. Даже соусы обалденные с этого получаются. Значит, цветная капуста, томатики, перчик, морковка и кабачок. Также разбираем на соцветии. Режем, трём, произвольно, кому как нравится. Третий вариант. Заморозки цветной капусты с овощами. Капуста цветная, разобранная на соцветии. Кабачок порезанный. Ну, у меня так, с средними кубиками. Томатики. Перец. Один перчик. И одна морковка. И опять-таки, прекрасная рагу. Если добавить сюда шампиньёчков, свежих, когда готовить рагу, это вообще просто вот обалденное блюдо получается. Также складываю в произвольном порядке. Кабачки, капусту, томаты, морковку, перец. Всё это можно перемешать. Можно не перемешивать. Но это пойдёт в одну сковородку. Видите, получается достаточно много вилочки. На третий вариант осталось самое мелкое. Но благодаря тому, что я добавила сюда ещё много чего. Кабачков, морковки, перчика, томата. Получился такой весистый мешочек. Не думаю, больше килограмма. Точно так же сдуваю воздух. Прижимаю. Завязываю. С тоской вспоминаю, что опять у меня нет вакууматора. Ну, что поделаешь. Должно же у человека быть мечта. А то у меня мечта о вакууматор. Всё. Смотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Одна красота. Вторая красота. С этой стороны ещё красивее. Ну, это тоже красиво. Просто такая вот капусточка беленькая. И сразу же отправляю в морозилку. Желаю всем приятных заготовок фантазийных. Экспериментируйте. Кому-то, может быть, и пригодится мой вариант. Ну, я думаю, у каждого будет в свои какие-то находки в заготовках на зиму. Так что, всем приятных заготовок. Пока-пока. Заходите на канал, подписывайтесь. Я буду очень рада. Всем пока-пока.